Здравствуйте, это передача Африка. Второй фронт в студии Антон Лемесев. Сегодня, как обычно, будем говорить о самых главных новостях Африки и пытаться чуть глубже понять этот непростой континент. Восточно-африканское государство Танзания вновь попало в глобальную мировую повестку в прошлом году, когда президент Германии извинился за колониальные преступления, совершенные в этом государстве. В период с 1885 по 1918 год Танзания была частью колонии, которая в Германской империи называлась Германская Восточная Африка. И, как другие страны этого региона, подверглась жесткой эксплуатации и подавлению национального самосознания. И вот о том, как это государство развивается в современности, и какие возможности открываются перед ним в будущем, мы сегодня поговорим с заместителем директора Института Африки РАН Дмитрием Бондренко. Здравствуйте еще раз, Дмитрий, спасибо за участие в нашем эфире. Здравствуйте, добрый день. Да, вот в нашей программе мы рассказываем о разных государствах Африки. По большей части вот достаточно большое внимание мы уделяли в последнее время западу континента, а вот Танзань упоминали опять же в контексте визита туда президента ФРГ. И вот прежде чем начать обсуждение конкретно этого события, других сопутствующих тем, хотел в целом попросить вас рассказать о том, что представляет из себя современная Танзания, как она вписана в политику Восточной Африки, каковы у нее взаимоотношения и с другими глобальными игроками. Танзания страна, которая получила независимость, давайте так, точнее скажу, сформировалась в 1964 году, когда объединилась Танганьика, континентальная часть страны, получившая независимость в 1961 году от Великобритании, которая в свою очередь унаследовала ее от Германии после поражения Германии в Первой мировой войне. Так вот, Танганьика объединилась с Занзибаром, где произошла революция, которая привела к свержению зависимости, к уничтожению внешней зависимости. И в 1964 году, то есть получается ровно 60 лет назад, 26 апреля, будет обмечаться 60-летие создания Объединенной Республики Танзания. Вот кадры, которые показывали в самом начале, которые я сейчас вижу, наверное, как и наши зрители на экране, это кадры главного крупнейшего города страны Дар-Ас-Салама, да, замечательная панорама, город, откуда я в очередной раз вернулся буквально вчера. Вот вы знаете, вот всего, что вы сейчас показываете, что сейчас видят наши зрители, еще лет, наверное, 12 назад не было. Когда я смотрю свои старые фотографии Дар-Ас-Салама, я понимаю, что они представляют собой уже, в общем-то, историческую ценность. Это, конечно, то, что построено последние 10-12 примерно лет. Но при всем том, конечно, Танзания остается страной с не самым высоким, так сказать, уровнем развития, экономического развития. При этом страна с ярчайшей природой, с замечательными памятниками истории и культуры, с колоссальным туристическим потенциалом, который она, надо отдать ей должное, активно развивает, опять же, последние, наверное, лет 10-12. Если говорить о международном положении Танзании, то надо отметить, что Танзания является собой, на мой взгляд, очень такой позитивный, что ли, пример внешней политики. Танзания – страна, которая, несмотря, повторяю, на экономические проблемы на протяжении, в общем-то, всего периода независимого существования, несмотря на сильную зависимость от многих стран в разные периоды своей истории, всегда стремилась проводить самостоятельно внешнюю политику. И это часто проявлялось, находило проявление в позиции страны, которые она занимала по разным важным вопросам. Танзания является, помимо того, что ее, естественно, является членом организации объединенных наций, Танзания является одним из первых трех государств, составивших восточно-африканское сообщество, в ряду с Угандой и Кенией, сообщество, которое сейчас уже возросло, если уходит уже порядка десятка государств. И, надо сказать, что Танзания, в общем, страна, которая играет достаточно заметную роль в африканском контексте и, как я уже сказал, занимает свою часто принципиальную позицию на более широкой международной арене, что связано, конечно, с теми принципами, которые были заложены, в частности, во внешней политике основателя Танзанитского государства, который был одним из ярчайших деятелей и панафриканизма, и движения неприсоединения. Дмитрий, вот что вы можете сказать о том, о глобальных игроках, с которыми у Танзании сейчас выстроены наиболее тесные отношения? Как мы понимаем, сейчас Африка зачастую становится местом выяснения отношений между какими-то крупными центрами политического тяготения. Можно ли сказать, что Танзания тяготет больше к странам Запада или же стремится к многополярному миру? Можно ли как-то однозначно на этот вопрос ответить в целом? Опять-таки надо обратиться к наследию Геррера, которая много раз на самом деле пересматривалась де-факто, хотя де-юре никогда не подвергалась сомнению в Танзании. Важнейшим принципом существования страны Неррера называл по-английски self-reliance, то есть опора на собственные силы, что совершенно не подразумевало некой автарки, закрытие страны от мира, но подразумевало именно ее самостоятельность. Но, конечно, это то, что на сегодняшний день остается для Танзании неким, наверное, идеалом, но, конечно, недостигнутым. В течение достаточно длительного периода, фактически с момента провозглашения независимости и до второй половины 80-х годов, Танзания стремилась строить социализм, при том, что этот социализм на уровне идеологии, на уровне теории имел, конечно, свои особенности, такая разновидность африканского общинного социализма. Но так или иначе, конечно, ориентировалась Танзания в большей мере на Советский Союз, на страны социалистические. Хотя, надо сказать, что она никогда не стремилась, повторяю, противопоставить себя кому бы то ни было. И в те годы у Танзании были, конечно, достаточно значимые отношения, прежде что с Великобританией, как с бывшей митрополией. Соединенными Штатами. Тем не менее, со второй половины 80-х годов, вследствие общих процессов того, что принято назвать в Африке, это принято назвать третьей волной демократизации в Африке, с уходом Советского Союза, с либерализацией экономической и политической жизни в самой Танзании, включая отказ от однопартийной системы. А в Танзании, конечно, стали все более диверсифицировать свою внешнеполитическую ориентацию. И если вы сегодня приедете в Танзанию, чего я всем желаю, потому что вы видите, какие замечательные кадры, какие замечательные виды страны, которые очень красивые. Так вот, если вы сегодня приедете в Танзанию, вы увидите, что там, как и во всей Африке, очень заметно присутствие Китая. Я специально говорю присутствие, а не влияние, потому что это, конечно, взаимосвязанные вещи, но то, что видит рядовой танзанец, он видит присутствие. Он видит, например, огромный стадион на Рассаларе, в крупнейшем городе Танзании, и знает, что он построен китайцем. Так вот, конечно, очень сильное присутствие Китая. Большую роль, разумеется, играют Соединенные Штаты, Великобритания, Евросоюз, при том, что при предыдущем президенте страны Магуфули отношения с Западом были в значительной степени испорчены. Но после смерти Магуфули, три года назад примерно, нынешний президент, кстати, одна из первых женщин в глав государстве в Африке, сами восстановила отношения с западными странами. Но здесь важно обратить внимание вот на что. Когда вы говорите, обычно говорят, да, глобальные игроки в Африке, обычно под ними понимаются до сих пор, ну, кто США, бывший колониальный метрополий, может быть, более широко Евросоюз, наверное, в последние десятилетия Китай, наверное, кто-то причислилит к ним и Россию, но на самом деле сегодня ситуация и в Африке в целом, и в Танзании в частности, а Танзания очень привлекательна для внешних игроков, потому что, в отличие от многих стран Африки, Танзания отличается, завидно я бы сказал, политической стабильностью на всем протяжении своей истории, высоким экономическим потенциалом при этом, и вплоть до того, что, в общем, климат в Танзании гораздо лучший, допустим, в Западной Африке. То есть, иначе говоря, Танзания страна очень привлекательная, она более предсказуема, скажем так, для инвестиций, для внешнеполитических связей, чем многие другие страны континентов. Так вот, в этой ситуации надо учитывать вот что, как и в Африке в целом, в Танзании это особенно ярко проявляется, потому что, как я уже сказал, она хороший партнер. Сегодня все большую и большую роль играют страны, которые раньше в Африке особо себя не проявляли. И сегодня, когда мы говорим о глобальных игроках, мы должны учитывать, что помимо тех, кого обычно к их числу причисляют, к их числу включают, в той же Танзанию так или иначе большую роль играют, допустим, Япония, Иран. Очень по-разному, очень разные роли. Ну, скажем, если Япония делает акцент на экономические связи, то Иран на связи по религиозной линии, скажем, связанной с исламом. Ну, понятно, что за этим стоят экономика и политика и так далее. Страны Персидского залива, Турция, Израиль, и там Бразилия пытается, но Бразилия, в основном, пытается быть в португальских колониях, где тоже португальский язык и ближе к культурной культуры. Но как бы то ни было, как бы то ни было, дано Южная Африка, отчасти. Повторяю, да, Южная Корея очень активна. Повторяю, сегодня в Танзании очень многие внешние игроки ищут и находят свои ниши, ну, в частности, для реализации своих экономических проектов в стране. Дмитрий, вот мы видели в эфире сейчас кадры, собственно, поездки президента ФРГ в эту страну, то, как он извинялся, как он преклонил колено, в общем, в знак сожаления за те преступления, которые были совершены по отношению к этому народу со стороны вот той имперской Германии. Может быть, еще раз попросим эти кадры повторить. Вот в связи с этим хотел спросить. Мы много в последнее время слышали заявления со стороны вот бывших колониальных держав о том, что да, они сожалеют об этих преступлениях. С другой стороны, мы слышим и призывы Африки выплачивать репарации. Но как вам кажется, вот на практике есть ли какие-то действительно случаи, когда за преступление была выписана какая-то определенная сумма, эти деньги были выплачены и получены там от до копейки, условно говоря. Вот чего сейчас добивается этим шагом Германия и с другой стороны действительно ли как-то жестко Танзания сейчас требует допустим за эти преступления выплатить деньги, которые бы там пошли например на покрытие каких-то вот издержек этих преступлений родственникам этих жертв в общем-то или же как вложение в экономику страны? Насколько мне известно, так вот как вы сказали что была определена какая-то сумма выплачена до копейки по-моему такого не было. Что скажем происходит вот например Республика Бенин Западная Архопеда они скажем добились возвращения из Франции сокровищ искусства своих стран частично этого добилась Ганна от Великобритании в чем есть прогресс это в институции культурных ценностей которые конечно имеют для африканских народов не только культурное значение в таком узком и конкретном смысле слова сколько данная в огромной степени имеет такое символическое значение потому что эти произведения часто связаны с институтами традиционной доколониальной политической власти и так далее и так далее если же говорить о Германии в Танзании то надо сказать что Германия несмотря на то что перестала быть колониальной державой вообще в Танзании в частности в окончании Первой мировой войны то есть уже считайте больше ста лет назад она рассматривает Танзанию как безусловно как один из своих таких приоритетов в Африке и делает в общем там немало ну скажем в Дарасалами онкологический центр онкологическую больницу содержит в Германии больница примечательная тем что она была еще построена немцами в колониальные периоды в ней немецкий ученый Воберт Кох работая в ней в 1914 если я помню в году открыть дубрикулезную палочку поэтому опять-таки Германия имеет такое значение Германия достаточно много вкладывает в здравоохранение в частности в Танзании сохранение культурных памятников но если говорить о репарациях вы чего добиваются ну конечно конечно речь идет о том что это вписывается в гораздо более широкий нынешний если угодно тренд когда речь идет о деколонизации деколонизации и политической подлинной деколонизации как говорят в таких случаях и деколонизации сознания деколонизации культуры и это все конечно укладывается в рамки того что мы сегодня можем наблюдать конечно очень существенных изменений того что политологи называют миропорядком поэтому я даже не могу с уверенностью сказать что Германия выплатит некие такие репарации большие определенные определенные Танзании в том числе потому что я даже начал попросить и другие страны которые находились в зависимости от Германии не только от Германии но то что так или иначе Германия признала да так сказать признала преступление колониального прошлого и в то же время в то же время стремится быть одним из важнейших партнеров для Танзании это само по себе примечательно большое спасибо Дмитрий за интересный подробный рассказ я напоминаю что на связи у нас был заместитель директора института Африки РАН Дмитрий Бондаренко большое спасибо вам еще раз за участие в нашем эфире спасибо что пригласили всего вам доброго и вам также всего доброго до свидания до свидания мы переходим к следующей новости поступает сообщение о том что Россия и Украина вступили в военное противостояние в Африке и вот сообщение о том что украинские военные участвуют в суданском конфликте поступают уже довольно давно СМИ например распространяли кадры перестрелки российских военных с украинским спецназом а украинские медиа публиковали видео пленения бойцов ЧВК Вагнер и вот теперь новые данные об этом приводят уже западные СМИ по данным издания The Wall Street Journal Владимир Зеленский в 2023 году отправил украинских военных в Судан для участия в гражданском конфликте и как считают журналисты это чревато значительными политическими рисками на фоне того что запад сейчас колеблется в поддержке Украины отмечает издание как пишет The Wall Street Journal Киев вступил во внутренний конфликт в чужой стране где погибли десятки тысяч мирных жителей и США в то время обвиняют обе стороны в военных преступлениях и вот под обеими сторонами здесь имеются ввиду регулярная армия Судана и силы быстрого реагирования элитные военозированные подразделения которые ведут бои с воинскими частями согласно данным американских журналистов первые 100 украинских военных прибыли в Судан в середине августа 2023 года им поставили задачу вывести председателя переходного военного совета страны Альбурхана из столицы Хартума который тогда окружили повстанцы в конце сентября прошлого года президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Судана в Ирландии и украинский президент тогда написал в телеграм что они обсудили общие вызовы безопасности и также финансируемые Россией формирования ранее госсекретарь США Энтони Блинкен говорил что любая страна которая поддерживает войну в Судане несет ответственность за разжигание зверств против местных жителей СМИ уже не первый раз пишут о присутствии украинских военных на востоке Африки В феврале британская газета The Guardian сообщала об украинском спецназе в Судане а в сентябре минувшего года телеканал CNN со ссылкой на источник в Киеве передавал что спецслужбы Украины участвовали в операции против сил быстрого реагирования власти Украины официально не подтверждали эти сообщения глава военной разведки Кирилл Буданов прокомментировал Wall Street Journal их статью такими словами он сказал цитата Война дело рискованное Мы находимся в состоянии полномасштабной войны с Россией У них есть подразделения в разных частях мира и мы иногда пытаемся нанести по ним удар Помимо украинских военных в Судане могут находиться и российские бойцы ЧВК Так немецкое издание Neutzerherzeitung утверждает что несколько сотен человек из российской частной военной компании Wagner якобы находятся в Судане с 2017 года И вот по данным журналистов перед ЧВКшниками поставили задачу обучать войска Амара Аль-Башира Он был президентом Судана с 16 октября 1993 года по 11 апреля 2019 года когда он был собственно отстранен от власти в результате военного переворота Также по словам Neutzerherzeitung ЧВК Wagner должны были якобы защищать российские интересы в сфере золотодобычи в Судане и после государственного переворота по версии немецких журналистов их роль поменялась Тем временем США ввели санкции против президента Зимбабве Эмерсона Мнангагве Его обвинили в коррупции и нарушениях прав человека Об этом сообщил BBC До этого Вашингтон отменил ограничения в отношении официальных лиц Зимбабве и ввел новые более актуальные санкции В черном списке США оказалось не только Мнангагве но еще 10 человек а также предприятия Так под санкциями теперь находятся первая леди Ауксилия Мнангагве вице-президент Константина Чевенга и министр обороны Опла Мученгури Другие высокопоставленные сотрудники службы безопасности в том числе сотрудники национальной полиции и центральной разведывательной организации также оказались под новыми санкциями США Теперь им запрещен въезд в эту страну за исключением конечно же официальных визитов а их счета в США будут заблокированы Далее цитата Мы продолжаем быть свидетелями грубых нарушений политических экономических прав и прав человека нападение на гражданское общество и жесткие ограничения политической деятельности подавили основные свободы в то время как ключевые действующие лица включая лидеров правительства выкачивали государственные ресурсы ради личной выгоды говорится в заявлении Белого дома по поводу санкций В 2023 году в Зимбабве перед выборами президента выпустили новый закон запрещающий критиковать главу государства Он ввел ограничения на негативные отзывы в адрес работы правительства и был призван развивать у зимбабвийцев чувство патриотизма писало агентство Блумберг Указ запретил участие в собраниях внутри и также за пределами Зимбабве на которых обсуждается военная интервенция а также делаются призывы к свержению власти или введению экономических санкций против страны Были установлены меры наказания Например за участие в собрании где обсуждается вторжение в Зимбабве грозит смертная казнь или пожизненные заключения За подрывную деятельность нарушителям светит до 29 лет лишения свободы за умышленное нанесение ущерба суверенитету и национальных интересов Зимбабве до 20 лет колонии а за призывы к санкциям до 10 лет заключения Цитата Этот закон не направлен на то чтобы ограничить существование политических партий Он призван побудить народ Зимбабве любить свою страну и перестать ее осуждать Сказал законодатель правящей партии Зану Пиев Джозеф Чоногимба При этом по сравнению с 2022 годом самое большое улучшение в рейтинге индекс экономических свобод было отмечено именно у Зимбабве В прошлом выпуске мы уже рассказывали вам о позитивных тенденциях в обогащении Африки Например стало известно что на первом месте по богатству на душу оказалось крошечное островное государство Маврикии Недавно вышел и другой рейтинг Он говорит о том что в 2032 году торговля Африки будет расти быстрее чем в среднем по миру А если быть точнее на 3,3% в год Континент будет ориентироваться в сторону развивающихся рынков и регионального сотрудничества Boston Consulting Group называет причины по которым торговля Африки будет расти быстрее чем в среднем по миру К этим факторам относятся повышение уровня благосостояния на континенте улучшение региональной экономической интеграции и растущее значение важнейших полезных ископаемых в мировой экономике торговля Африки в 2032 году составит 1,5 трлн долларов отмечает Boston Consulting Group по сравнению с 2022 годом и 2032 годом ожидается увеличение товарооборота с Китаем на 44% до 265 млрд долларов вырастет торговля с Индией и странами Персидского залива торговля континента с остальным миром за исключением торговли внутри Африки будет характеризоваться ростом двусторонней торговли и положительным сальдо торгового баланса Импорт и экспорт в Африке тоже будут расти Интересную оценку курсу африканской политики дают на Западе Континент жонглирует конкурирующими державами как никакой другой отмечает издание The Economist Африка в последние годы выставляет на показ свое желание порвать связи с Западом Лидеры стран этого континента считают что многополярный мир транзакционных международных отношений сейчас находится на подъеме Африка хочет сближения с Ираном с Россией с Саудовской Аравией Турцией и УАЭ которые предлагают себя в качестве инвесторов партнеров по безопасности и союзников Африка в большей степени чем любой другой регион адаптируется к многополярному миру делают заключение издания The Economist эта задача включает в себя как большие возможности так и мрачные риски для континента прежде всего это означает что правительства африканских стран имеют большие свободы действия в своих делах и самая большая награда это инвестиции которые имеют решающее значение для континента который в них чрезвычайно нуждается Африке нужно гораздо больше денег но элиты континента считают что страны Персидского залива Турция и возможно Индия смогут предоставить полезную часть этих денег однако многополярный мир таит в себе и риски утверждают журналисты этого издания Это были все новости Африки на сегодня программу провел Антон Лемесев до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...